Стали известны промежуточные итоги всероссийского конкурса на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России с Миротворец-2016. Эксперты составили шорт-лист работ, который претендует на победу и среди них спецрепортаж съемочной группы телеканала ЗАП-ТВ. Сюжет корреспондента Ирины Трофимовой и видеооператора Анны Кулигиной в Агинском одевается по моде 200-летней давности, был снят в сентябре 2015 года в рамках программы «Чайный город» в поселке Агинское. К большому счету Агинское давно может считаться небольшим, но очень симпатичным городом. Здесь сейчас около 20 тысяч человек населения. А вот в 1898 году путешественник Потанин, проезжая здесь, писал, что здесь всего две улицы, деревянная церковь, да семь торговых лавочек. Тогда здесь проживал 451 человек. Сам населенный пункт начинает отчет своей истории с 1811 года. А первые упоминания связаны с заселившими эти земли кори-бурятами, которые приехали из Прибайкаля в Агинскую степь. Там, где сейчас раскинулся поселок, поставили юрту для канцелярии, главного тайши, письмоводителя и мщиков. Потом свою юрту поставил и каждый род. Так образовалось поселение. Прошло 200 лет и в степи вырос целый городок с фонтанами и многоэтажными зданиями, спорткомплексами и школами. Здесь женятся, растят детей и не собираются никуда уезжать. Но посмотреть сюжет полностью вы можете на сайте ЗАПТ-ТВ в разделе программ «Чайный город».